Приветствую вас. Во-первых, я бы, наверное, обратил бы ваше внимание на то, в первую очередь, что вы понимаете под, ну, под пережить, да, то есть вот что вы понимаете под этим, пережить это как? Избавиться от боли вы имеете ввиду или что? Потому что, если избавиться от боли, ну, это, мне кажется, далеко не лучшее решение. Вот, там все боль нужно для того, чтобы вы получили какой-то новый опыт, новые знания. Вот, и да, это может быть, безусловно, это может быть неприятно, вот, более редко, когда бывает приятно, но то, что вы пытаетесь, вот, ни много ни мало сейчас от нее убежать, ну, это, на самом деле, ничего хорошего. Да, вот, это не все, потому что, ну, куда вы убежите, да, от самой себя, куда вы, куда вы убежите. Сложно, сложно представить, что можно куда-то, куда-то вот убежать от самой себя, да, вот. Поэтому для начала, для начала надо, конечно, определиться всем, ну, вообще, вот, что вы понимаете под пережить боль, что вы понимаете под этой историей. И дальше уже из этого как-то исходить, потому что, ну, для просто психологов слово «пережить» оно ничего не означает. То есть кто-то понимает пережить, например, как, допустим, там, ну, принять этот опыт, который, который, который вот, ну, который следует, да, за тем, что человек испытывает боль. Кто-то пережить, вот, понимает, как, там, не знаю, замену, одни, ну, одного другим, ну, вот. Кто-то, там, еще, еще как-то принимает боль. То есть очень много, очень много, очень много всевозможных, есть, понимание боли, указывает свое, и, наверное, нужно разобраться с тем, что для вас пережить это означает. Вот. Это первое. Второе. Значит, не так давно расстались с мужем. Из-за чего расстались, это очень важный намер, да, из-за чего расстались с мужем. Ну, вот, если расстались с печати, из-за чего нет, ну, нужно понять, из-за чего вы расстались с мужем, разобраться с этим, вот. Отпустили ли вы мужа, не отпустили ли вы мужа, да. Вот. Дальше. Насколько сильно вы были привязаны к мужу, насколько вам, ну, вот, тяжело было, может быть, даже и здесь расставаться с мужем, вот. И прочее. То есть эти вещи нужно обязательно исследовать, вот. Это важно. Дальше. Насколько вы были, собственно, вот, ну, включены. Ну, в одно в отношении с мужем. Вот. Это, это, тоже, такая, очень, важная история. Дальше. Вы говорите, что нас узнали о том, что он, вот, а, спит с вашей подругой. Вот. А, неприятно. Конечно. Вот. Ну, безусловно. Безусловно. Неприятно. Нужно, опять же, воспринять, как вы это видите. Сформулировать свое восприятие. Вот. Ну, это, тоже, отдельный такой пункт, а, которым, которым нужно двигаться. Потому что, ну, это важно. То есть переживаете ли вы по поводу того, что сделал муж, чувствуете ли вы себя задетой, или, или все дело в том, что потеряли подругу. Вот. Допустим. Да. Была ли это, девушка, вашей подругой, если она, там, не знаю, позволила себе так поступить с вами. Ну, вот. То есть это, вот, точно такие все моменты, которые, которые, на мой взгляд, нужно разобрать. Если вы, там, чувствуете, что потеряли подругу, то, тут тоже надо смотреть, ну, что именно вызывает у вас переживание, да, и так далее. Ну, вот. То есть все это достаточно болезненно. Что это достаточно болезненно. Вот. И, ну, как бы, болезненность нужно выражать, в первую очередь. То есть не прятать ее, да, вот, а именно выражать. Потому что, иначе, ситуация просто будет, крайне, ну, крайне негативно. Да. Вот. Для вас. А, потому что, все это будет в вас, как бы, тлеть, все это будет, как бы, в вас находиться, и, все это будет очень неприятно. А, вот. По итогу. Вот. Поэтому нужно, собственно, смотреть, как и что составляет суть вашей ситуации. Вот понимаете ли вы, как измену это, формально это изменой уже не является, потому что вы расшались в музе. Вот. Может быть, здесь больше речь, именно, про конфликт ваших, который, который, вот, именно, ну, который, именно, вот, между вами произошел. Между вами и мужем, я имею ввиду. Вот. То есть, это, это может быть проблемой своего рода. То есть, если это все, если это все присутствует, да, то, со всем этим нужно работать, со всем этим нужно взаимодействовать. Вот. Потому что, это, проблема, проблема для вас, и раскрывать это все нужно. А, а вы здесь, эээ, пока рассуждаете с такой позиции, что вас нужно спасти из этой ситуации. Вот. Ну, спасать вас, скорее всего, никто не будет. Потому что, психологи, психологи, не спаси, не спасители. Вот. Психологи, больше, все-таки, помогают человеку, эээ, себя осознать лучше. Вот. Это, эээ, справедливая и, эээ, такая, гуманистическая, гуманистическая позиция. Вот. Да, я вам сочувствую, безусловно. Я вам, безусловно, сочувствую. Вашей ситуации я сочувствую. Это, эээ, совершенно точно. Вот. Потому что, эээ, ну, мужчина, он поступил не очень хорошо. Вот. Я вам сочувствую. Но, вместе с тем, эээ, вместе с тем я, эээ, понимаю, что вам, необходимо, эээ, разбираться, эээ, в себе. Вот. Вам необходимо, эээ, работать со своими чувствами. Вот. И, может быть, эээ, по-другому выстраивать отношения с, ээ, людьми. Ибо до этого вы выстраивали их, ну, вот, мягко говоря, деструктивно. Так что, и муж оказался, ээээ, таким, 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 себе человеком, да. Вот. И, по-другой оказалась, эээ, такой себе по-другой. Вот. И все это очень неприятно. Так что, эээ, тут вот, только, помощь, поддержка, осознавание того, что с вами происходит. Вот. Я думаю, да, я думаю, так, примерно. Эээ, можно вам ответить. Эээ, на этом все. Я надеюсь, что помог хоть немножко вам. Эээ, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Эээ, желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится, но, скорее всего, без психотерапии, эээ, реально, что ты изменить не выйдет. Любимый. Удачи!